Здравствуйте, дорогие зрители! А также приветствуем всех, кто поистине любит всяческие украшательства и скины для своего оружия. С вами 258 выпуск игрового дайджеста Game News Weekend от X-Games Game TV. Эта семидневка сопутствовала некоторым крайне интересным и в то же время занимательным событиям. Вас ждет масса новых подробностей о грядущих новинках, а также некие слухи, инфоповоды и многое другое не менее интересное. Поэтому ставьте лайк, отложите свои дела и мы представляем вашему вниманию главные новостные заголовки в кратком анонсе. Вот что происходило в мире видеоигр. Shadow of the Tomb Raider. Новые подробности грядущего экшена. Battlefield V. Новая информация об игровых режимах и геймплее. Devil May Cry. Почему внешность Нера изменилась. Hello Infinite. Новые детали об игре. Control. Самая нелинейная игра от Remedy. Геймплейные подробности. Разработчики приключенческого экшена Shadow of the Tomb Raider совместно со Square Enix решили поделиться новыми подробностями о своем грядущем проекте. В ролике Джейсон Дозойс, отвечающий за повествование грядущей новинки, предлагает зрителям прогуляться по городу Пайтити, являющимися домом для нетронутой современной культуры цивилизации. По своей сути, это огромный хаб, где пользователи могут не только подготовиться к очередному приключению, но и найти много интересных вещей. Поселение разделено на несколько частей, среди которых есть городская площадь, религиозный квартал, жилой и рыбацкий район, а также рынок, где Лара может поторговать с местными жителями. Также героиня способна расшифровать надписи, используя свои навыки археолога для того, чтобы узнать местонахождение сокровищ и других различных секретов. Помимо этого, в окружающих Пайтити джунглях пользователи обнаружат несколько скрытых гробниц, которые испытают ваши навыки расхитителей. Однако только те, кто сумеет преодолеть все хитроумные ловушки и решить головоломки, получат достойную награду. Компания EA на официальном сайте рассказала об основных мультиплеерных режимах Battlefield V, упомянув, что большие операции, на которых издательство делает особый упор, не будут доступны на релизе игры. По словам создателей шутера, первая операция появится только вскоре после выхода, скорее всего в начале ноября, когда начнется событие падения Европы. Появившаяся информация при этом датируется середина июня, однако почему-то только сейчас все обратили на это внимание. Большие операции представляют из себя улучшенную версию операции с Battlefield 1. Теперь матчи поделены на условные дни, а исход каждого из них влияет на состояние войск в следующем. Разработчики обещают, что каждая операция будет содержать некую историю, однако пока непонятно, как именно это будет работать. На момент релиза, Battlefield V предложит комбинацию из восьми новых и классических режимов, с возможностью развивать и адаптировать собственный стиль игры. Если вы являетесь фанатами серии Devil May Cry, то могли заметить, что разработчики решили достаточно сильно изменить дизайн Неро, который, судя по всему, станет главным протагонистом новой игры. Продюсер игры решил рассказать, почему Capcom решили пойти на такой редизайн. По его словам, директор игры хотел показать Неро на пике его формы. Он должен был выглядеть, как звезда спортивной команды, лучший в его виде спорта, способный обыграть любого оппонента. Ну а касательно изменения цвета его одежды, разработчики объяснили, что хотели, чтобы Неро ходил в черном еще в Devil May Cry 4, ведь его имя буквально переводится с итальянского как «черный». Но и там, и в Devil May Cry 5 черный цвет не сочетался с остальными элементами игры, поэтому Capcom решили использовать нечто максимально похожее – темно-синий. Изменения с рукой продиктованы и сюжетом, и геймплеем. После того, как была представлена Hello Infinite, среди игрового сообщества стали ходить слухи о том, что проект мы увидим уже в следующем году. Во всяком случае, это касается синглплеерной части. Но, как оказалось, движок для новой части Hello все еще находится в разработке, а это означает лишь одно – ожидание может затянуться надолго. В частности, на то, что создание движка еще не завершено, указывают открытые студии 3for3 Industries вакансии. Компании требуются специалисты для дальнейшей разработки игрового движка. Так как Hello Infinite создается на новом Sleep Space, речь идет именно о нем. В то же время, Hello Infinite не собирается гнаться за трендами в лице Королевской битвы. Более того, единственная BR, в которой заинтересованы разработчики – это Battle Rifle – классическое оружие из серии Hello. Судя по всему, студия хочет вернуться к рассказу истории легендарного спартанца – мастера Чифа. Remedy поведали, что в Control у игроков будет значительно больше свободы, чем в предыдущих проектах студии. Героине предстоит изучать взаимосвязанный мир. Она сможет возвращаться в посещенные ранее локации, которые меняются. Игра предложит немало секретов и испытаний. Что касается повествовательной части, то она не полагается на кинематографические моменты, и не последнее значение имеет осмотр окрестностей. Вы можете заметить что-то необычное в этом мире и сформировать собственную теорию или идею. У пользователей будет относительная свобода действий, создатели постарались сделать историю более гибкой. Нам предложат немало побочного контента, который позволит разобраться в этой вселенной. Как известно, героиня сражается с таинственной силой, захватившей Федеральное бюро контроля. Авторы обещают опасных противников, которые заставляют менять тактику и использовать все умения. Разработчики много внимания уделяют механике и испытаниям, поскольку контрол создается и для людей, которые много играют. Релиз контрол ожидается в следующем году на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. КОРОТКО О ГЛАВНОМ 5.05 Games объявили дату начала раннего доступа гоночного симулятора Asseto Corsa Competizione 12 сентября. В игре присутствуют и спринтерские заезды, и гонки на выносливость. В Asseto Corsa Competizione будет реализована система смены пилотов, система смены дня и ночи, смены погодных условий, вкупе с официальными лицензиями и машинами чемпионата BlankPen GT. Симулятор разрабатывается на движке Unreal Engine 4, а для физической модели взят движок Asseto Corsa. Разработчики обещают поддержку большого числа устройств для создания своего собственного симулятора. Яркое и захватывающее приключение Агуакамили 2 ждет вас уже 21 августа. Выйдет же проект одновременно и на ПК, и на PlayStation 4. Основной темой игры стали курицы. Так, например, в названиях способностей можно увидеть куриный выстрел или же куриный подкат. Да и сама главная цель игры состоит в том, чтобы найти тайное общество кур-пророков. Более того, сами разработчики настаивают на том, чтобы вместо жанра Метроид Вани их проекту был выдан особый статус – курицы Вани. Кроме куриных нововведений, Агуакамили 2 сможет порадовать поклонников новой системой прогресса, огромным количеством интересных заданий и историй, а также кооперативным режимом игры, рассчитанным на четырех лучадеров. Компания Bethesda объявила о своих планах на предстоящую выставку Gamescom, которая традиционно пройдет в Кёльне в августе. Для игры будут доступны шутеры Rage 2, мобильный экшен The Elder Scrolls Blade, а также The Elder Scrolls Online SummerSet и Wolfenstein CyberPilot. Выставка Gamescom пройдет с 21 по 25 августа. На QuakeCon, который пройдет с 9 по 12 число августа, нас ждет новая информация о Rage 2, шутере Quake Champions и The Elder Scrolls Online. Конечно, не обойдется событий и без продолжения постапокалиптической франшизы Fallout 76 и Doom Eternal, которые и станут главными достопримечательностями события. Поклонников первой игры ждет новая информация о системе персонажей и перков, а что касается Doom Eternal, то в рамках выставки состоится премьера игрового процесса грядущей новинки. Аналитик Майкл Пактер поделился своими мыслями о том, на каких платформах появится проект Death Stranding от Хидео Кодзимы. По его мнению, консоль нового поколения от Sony появится в 2020 году, и в этом же году может выйти Death Stranding. Поэтому игра будет доступна и на PlayStation 4, и на PS5. Sony не намерена анонсировать новые крупные проекты для PlayStation 4. Я думаю, что PS5, как и игра, появится в 2020 году, так что нет причин анонсировать эксклюзивы для текущего поколения, и стоит сконцентрироваться на уже известных проектах. Высока вероятность того, что Death Stranding появится на текущем поколении консолей и на следующем, сказал аналитик. Точной даты выхода у Death Stranding пока нет. Компания Electronic Arts сообщила, что новый вид премиум подписки Origin Access Premier будет доступен уже в этом месяце, 30 июля. Кроме проектов от самой компании, вам будут доступны и некоторые игры от сторонних разработчиков, однако все это великолепие продлится в течение одного года. Из бонусов можно отметить то, что грядущие новинки Battlefield 5 и Anthem будут доступны пользователям на пять дней раньше официального релиза. Разработчики кооперативного шутера Strange Brigade рассказали о том, что после выхода игра получит сезонный абонемент, в который будет входить множество дополнительного контента. В том числе покупка сезонного пропуска даст вам доступ к четырем новым героям, оружию, магическим способностям и многому другому. Также именно в нем вы найдете продолжение сюжетной кампании. Не все будет платным контентом, однако разработчики пока не сообщают, что именно можно будет получить без дополнительных вложений. Релиз Strange Brigade 28 августа на таких платформах, как ПК, Xbox One и PlayStation 4. Ubisoft объявила, что седьмой сезон Forerunner Storm and Fury начнется 2 августа. Новый еженедельный контент, добивания для каждого героя по 7 тысяч стали. Ранговые режимы ждет переработка в седьмом сезоне. Появятся ранги Мастер и Гранд Мастер, а также списки лидеров. Турниры будут доступны только на выходных, а по будням будут доступны ранговые дуэли. Помимо новых наград вернут и старые. Игрокам покажут переработанных Стражей и Валькирию. Новую карту Сыклерит Кип расскажут об изменениях характеристик экипировки. Не обойдется и без порции информации о грядущем дополнении Marching Fire, включая геймплей осады на карте, которую ранее не показывали. Компания Level 5 поделилась с поклонниками экшен-рпг Нино Куни 2 Ревенант Киндом новыми подробностями о грядущих обновлениях. Как оказалось, уже 9 августа нас ждет небольшое дополнение Adventure Pack. Оно будет доступно совершенно бесплатно и пополнит пещеру Far Away Forest новыми комнатами. Главный герой и его друзья получат новые костюмы, смогут пройти интересные задания и сразиться с новыми боссами. Сезонная DLC появится уже зимой этого года. Вместе с ним игра получит новое подземелье Enigmatic. В нем вам удастся сразиться со смертоносными соперниками для того, чтобы получить новую экипировку и другие ценные награды. Разработчики RPG Warhammer 40 000 Inquisitor Mater дополнили дорожную карту игры, и благодаря этому стало известно о том, что ждет проект в ближайшее время. Так, например, уже в августе разработчики планируют начать новый сезон, а вместе с ним появится и новая фракция – Темные Эльдары. Кроме того, обновление откроет доступ к субсектору Треглав, нескольким планетам, дополнительным миссиям и повысит максимальный возможный уровень персонажа до 70-го. 23 августа состоится выход на PlayStation 4 и Xbox One, а уже в начале осени стартуют специальные внутриигровые события. Также в этом году будут введены новые расследования, субсектор и очередное увеличение уровня, а третий сезон начнется уже в следующем году. Студия Todman Interactive опубликовала новое видео, посвященное грядущему хардкорному проекту Immortal Unchained. В этот раз нас знакомят с необычным футуристическим сеттингом проекта. Игроку предстоит путешествовать по различным мирам при помощи некой «Вострим» в попытке остановить грядущие ужасы. Разработчики обещают хардкорный геймплей в стиле Dark Souls, где придется очень часто умирать. Однако фишкой игры является добавление огнестрельного оружия в привычную формулу. Игрок является живым оружием, скрытым многие годы теми, кто боялся его потенциала. Теперь же вы на свободе, но вам стоит тщательно думать, кому доверять, а кому нет, ведь если кто-то не пытается вас убить, то это не значит, что он вас не использует. Релиз игры намечен на 7 сентября на платформах ПК, Xbox One и PlayStation 4. Игроки World of Warcraft уже привыкли к тому, что студия Blizzard позволяет им не спеша насладиться сюжетным контентом очередного дополнения, специально задерживая дату появления первого рейдового подземелья. Подобная схема помогает как хардкорным рейдерам, которые могут лучше подготовиться к суровым будням освоения, так и более казуальным игрокам, чтобы не подвести друзей своей гильдии. Поэтому стало известно, что Ульдир, первый рейд Battle for the Road, станет доступен лишь в начале сентября. К слову, внутриигровой календарь указывает на 4 сентября для нормальной и героической сложности. Система поиска рейда для первого крыла заработает 11 сентября, для 2-го 25-го, а 3-го 9-го октября. Релиз дополнения Battle for the Road для World of Warcraft назначен на 14 августа. Состоялся анонс стратегической игры Steel Division 2, которая станет сиквелом Normandy 44. Игроки посетят Восточный театр военных действий и смогут принять участие в сражениях в рамках операции Багратион. Нам обещают новую систему динамических кампаний, благодаря которым вы можете перепроходить данный режим много раз, получая новые впечатления от игры. При этом вести боевые действия можно будет на 25 картах, используя возможности 600 юнитов. Кроме того, нас ждет новый дизайн, переработанная боевая система и улучшенный движок. Каждый ход соответствует половине дня, что позволит игрокам формировать собственную стратегию и планировать следующие битвы, продолжая управлять своими юнитами и линиями поставок. Игроки смогут контролировать целые армии и батальоны, состоящие из тысяч людей. Steel Division 2 будет также поддерживать кооперативный режим и мультиплеер 10 на 10. После закрытия BioWare, Montreal и Visceral Games, многие фанаты стали переживать, что в случае провала Anthem BioWare могут отправиться вслед за ними. Разговаривая с изданием Game Informer, представитель EA заявил, что они рассматривают BioWare как долгосрочную часть своей компании и очень уважают то, что приносит студия в корпорацию. Также он считает, что BioWare сильно отличается от остальных аспектов бизнеса и знательства, поэтому даже если дела у Anthem пойдут не очень, то BioWare не будет закрыта. Он также отметил, что Anthem является проектом, находящимся полностью в руках студии. Релиз Anthem намечен на 22 февраля на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Компания FatShark одобрила сразу 11 модификаций для Warhammer Vermintide 2. Среди модов есть множество интересных, например, Бестиарий, который расскажет вам обо всех противниках, встречающихся в сражениях. Также, благодаря модификации Waypoints, ваша группа никогда не потеряется, а собраться вместе станет гораздо проще. Помимо этого, теперь можно будет изменять пользовательский интерфейс и прерывать вступительные кат-сцены. В будущем разработчики и дальше планируют добавлять полезные пользовательские модификации в Vermintide 2. YesNet, благодаря поддержке сообщества, сможет реализовать игровую механику AI Battling. При помощи AI Battling комбинации ударов можно будет не изучать и не запоминать, ведь система может провести их за вас. Таким образом, во время сражения с врагом, при удобной возможности, комбо будет выполнено автоматически. Такой подход должен облегчить жизнь игрокам, которые мало знакомы с битвами в стиле файтинга. Релиз Shenmue 3 запланирован на следующий год. Аркадная гонка OnRush уже в следующем месяце обзаведется большим обновлением. Пока издатель не раскрывает детали, но обещает, что вместе с ним игроки получат то, что уже давно просили. Ранее на этой неделе появилась информация о массовых увольнениях в студии разработчиков. По данным источников Еврогеймер, увольнение не повлияет на дальнейшую поддержку OnRush. Игра вышла на PlayStation 4 и Xbox One, а заявленные ранее ПК-версии пока ничего не известно. И на этом 258 выпуск игрового дайджеста GameNews Weekend подходит к завершению. И вот вам прекрасная новость. Компания Blizzard объявила о скором выходе четырехсерийной графической новеллы по вселенной Диабло. История комикса расскажет о группе ученых и рыцарей, которые обнаружили истину о происхождении человечества. В синопсисе авторы проекта старательно нагнетают обстановку, ставя под сомнение выживание отряда первооткрывателей из-за их находки. Последняя часть франшизы Diablo 3 вышла в мае 2012 года. Несколько месяцев назад в описании вакансий студии нашли упоминание о новой части серии, которая до сих пор не была официально представлена игрокам. Возможно на Близкон ее и представят. И на этой крайне диаблической ноте у нас все. Присоединяйтесь к обсуждению новостей из выпуска в комментариях. Как обычно, важные новости и другие материалы в текстовом варианте можно найти на нашем сайте по адресу xgamesdefistv.com Также не забывайте подписаться на наш канал, жмите на лайк и колокольчик. До встречи на X-Games Game TV. Смотрите и играйте вместе с нами. КОНЕЦ КОНЕЦ